Сейчас буду производить массаж шейно-вородниковой области. Положение пациента сидя на стуле, обокатившись на стол. Масло использую в качестве смазывающего вещества. И начинаем процедуру. Процедура начинается всегда с подлаживания. Подлаживание – это один из приемов, который перемежает любую... В общем, который осуществляется... После каждого... Значит, подлаживание осуществляется после каждого приема. После подлаживания переходим по переменному растиранию. Осуществляется... Массаж воротниковой зоны. Представляет себя массаж шеи и области спины в районе лопаток. И захватываем до витаминной мышцы. Значит, каждый прием производится определенное количество раз. Три-четыре раза. Повторение. И переходим на другую сторону. Переходим к приему, который называется пересекание. Перевыполняется на валики трапеции и на верхней губочке трапеции боковой поверхности шеи. Переходим на другую сторону и повторяем этот прием. Переходим на другую сторону и повторяем этот прием. В настоящее время производится поглаживание сверху-вниз, так называемое поглаживание по гипертоническому типу. Затем переходим к следующему приему, более глубокому приему растирания, как переднее. Также прием повторяется несколько. При выполнении приемов растирания, направление приема неважно, оно может быть как сверху-вниз, так и снизу-вверх. Осуществляем такое отглаживание к области плечевых суставов. Сейчас выполняется прием встречное пиление. Он удобен для проведения на вальки трапеции, особенно на шее. Сила воздействия в области шеи ниже, чем в области воротниковой зоны. Прием кругового растирания основанием ладонью. По паравертобральной области. Если пациент достаточно крупный, можно выполнять его с отягощением. Все зависит от выжданности мышечной массы. Делаем по одной линии. И круговое растирание можно здесь уже всей ладонью. Существляется по второй линии. Растираем дельталитную область. Опять делаем требуется вылаживание. Переводим в эту сторону. Переходим к спиралеридному растиранию А4Б в алико-трапеции. От основания шеи к плечевому суставу. Переходим. Производим щипсообразное растирание шеи. шеи что зажимается между большим и указательным пальцем производим отблаживание щипцеобразное производим отблаживание двумя большими пальцами по паравертебральной области в районе верхнего грудного отдела и в районе шейного отдела к основанию черепа также отблаживание большими пальцами полнодосным мышцам 3-4 повтора по каждой линии а этим же линием осуществляем спиралевидное растирание 2b в области шеи давление на пальцы должно быть снижено также осуществляется спиралевидное растирание пола линия когда было произведено отблаживание подсвечем подсвечет и длинной подсвечет подсвечет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Производим поглаживание и переходим к третьему этапу проведения массажа, к разминанию. Значит, по паровертебральной области осуществляем накатывание на кулак. Прием разминания выполняется достаточно медленно, глубоко и направление всегда у периферии, к центру или снизу и вверх. По второй линии производим накатывание на указательный палец. Те же самые приемы повторяем на другой стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Производим прием, называется валик. По паровертебральной области и по направлению к суставу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к массажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существуем попеременно непрерывисто разминание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Захват с переходом на дельтонидную мышцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Производит разворот поясик растяжения с некой вибрацией непрерывистой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот же прием делаем на другом надплечне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, переходим к массажу. Мышцем мышцы шеи. Т.е. осуществляем так называемое щипцеобразное разминание. Оно отличается от щипцеобразного растирания, более глубоким воздействием и захватом ткани осуществляется. Можно осуществлять одной рукой, можно двумя. Потом, если возможно, осуществляется приём типа непрерывистого расстяжения военной связки, то есть, производится захват ткани, растяжение, возможность небольшой вибрации, производится обработка пучка, трапециевидная мышца щипцеобразным разминанием. Движение от основания черепа к плечевому суставу. По этому направлению производится облаживание глубоко, медленно. То же самое с загибочком. Движение от основания черепа к плечевому суставу. Завершающим этапом массажа является вибрация. Вибрация может осуществляться как прерывистая, так и непрерывистая. Значит, прерывистым видом вибрации относится, предположим, рубрение. То есть ребром ладонью, с разной интенсивностью, непрерывистым. И еще существует ряд поколачивания, стягания и так далее. В настоящий момент мы применим в конце процедуры непрерывистая вибрация. Это когда вибрация осуществляется без отрыва руки от ткани. То есть осуществляется как бы поглаживание и сотрясение ткани. Вибрация Осуществляем поблаживание общее. Я обычно завершаю процедуру так называемым отжиманием трапециевидной мышцы и глубоким поблаживанием ее. В конце процедуры рекомендуется провести общее, поверхностное, попеременное, но встречное растирание. Все дефлекторные процессы нормализовать в организме. Продолжение следует... И завершаем продолжение. Массаж завершен.